Друзья, всем привет! Я думаю, что вам будет интересно посмотреть, в каких же условиях питаются депутаты нашей страны. Поэтому зайдем, посмотрим столовую в стенах Верховной Рады Украины. По нами заходим. Здесь стоят огромное количество столов и людей, которые питаются. Вот эти столы. Здесь есть вот такие вот свыщики. Такие вот стойки стоят. И самое интересное, это рацион. Вот здесь берут ложки вилки, поднос, салфетки и поехали. Значит, десерт. Разные тут манакоты, разные жерешки. Вот, сырки, красная рыба. Было бы интересно, конечно, посмотреть еще стоимость всего этого, я их, честно говоря, не знаю. Аккорсины, мандарины, яблоки, капуста, яйца. Вот. Я потом прайс, наверное, прикреплю просто и все. Здесь борщ, вот такая вот еще рыба, вареная, попеченая. Ну, там вот разные бутерброды, плюс блинчики. И, ну, по-моему, сельмотка какая-то, компонент, сырники. Огромное количество сырников, булочки, сочник. Вот. Еще там пакет, рыба, наверное, штексы и все остальное. И здесь вы еще можете увидеть огромное количество шоколада, которое можно только приобрести всякого сладкого конфисле и орбит. Вот, вот такие вот условия здесь, в стенах Верховной Рады. Пока вот перерыв, пришло вам показать, о чем он туристический дать. Что касается трейс-куранта цен, вот, вы все видите и можете сами отследить, что, сколько стоит. Каждый день ассортимент меняется и, как бы, он, на самом деле, достаточно обширен. Даже голубцы вот есть. Пироги. Спасибо, девушки, вам нужны эти конфеты? Я просто говорю, конфеты, посмотрите, а эти зимочки нас обслуговывают. То же самое, по сути, все, что я уже показывал. Вот так вот это все выглядит. Вот здесь можно взять кофе, либо чай. Вот такая вот столовая. Так, итак, друзья, тут еще небольшая комната есть. Вот так она выглядит. Здесь все происходит, как в ресторане. Вы заходите, заказываете в меню все, что вам нужно. Вот здесь меню. И вас обслуживает официант. Вот. Вас обслуживает официант, в принципе, чем отличается это от той слова, которое я показывал прежде. Здесь просто вы оставляете чаевые, там, сколько посчитать не нужным. Ну, и как бы здесь общая обстановка такая более умиротворенная, спокойная. Вот видите, такие хустальные люстры висят. И как бы она, в принципе, такая более респектабельная. Я, честно говоря, здесь ни разу не обедал, не ел. Но, тем не менее, здесь вот такая комната есть. Продолжение следует...